Всех приветствую! Знакомимся с интересными людьми, известными Фербах, Людвиг Андреас, 1804-1872 год. Немецкий философ вначале являлся представителем крайне левой школы гегелевской философии, позже стал сторонником материализма, антропологизма и гуманизма. Я цитирую по книге «Энциклопедия мудрости» издательства Росса. Родился в Баварии в семье юриста, знаменитого немецкого криминалиста Ансельма Фейербаха, основателя теории психического принуждения. Учился в Гитлербельском университете на теологическом факультете, но вскоре уехал в Берлин, где слушал лекции Гегеля, который оказал на него сильное влияние. После защиты диссертации, который назывался «О едином, всеобщим и бесконечным разуме», стал преподавателем Голлангенского университета. В анонимно опубликованном произведении «Мысли о смерти и бессмертии» он развивает идеи, направленные против веры в бессмертие души. За это сочинение был уволен, сотрудничал с журналами, опубликовал первый том книги «История новой философии» в 1833 году. Надо сказать, что сотрудничество с журналами наложило отпечаток на стиль публикации Фейербаха того времени. Вот, к примеру, его и рюмористические философские афоризмы писателя-человек. Женился, поселился в деревне, где его жена владела фарфоровой фабрикой. Там он прожил безвыездно в течение 25 лет. После банкротства фабрики переселился под Нюрнберг, испытывая значительную материальную нужду до конца жизни. Свою философию Фейербах называет философией будущего, так как рассматривает реальным субъектом разум человека, который является продуктом природы. Одну из своих работ он так и называет «Основные положения философии будущего». Другие известные произведения «Критики философии Гегеля», «Сущность крестьянства», «Предварительные тезисы к реформе философии». Умил Фейербах в 1872 году. Ну, а теперь я хотел бы прочитать некоторые его изречения. В восторженном состоянии человек в силах сделать то, что иначе просто невозможно. Страсти творят чудеса, то есть действия, которые превышают силы органа в обычном бесстрастном состоянии. Воля – это стремление к счастью. Именно самые простые истины человек постигает позже всего. Лишь тот что-то значит, кто что-то любит. Не быть ничем и ничего не любить – одно и то же. Мир жалок лишь для жалкого человека. Мир пуст лишь для пустого человека. На практике все люди атеисты своими делами, своим поведением, они опровергают свою веру. Настоящие писатели – это совесть человечества. Ничем не может человек распорядиться в большей степени, чем временем. Первая твоя обязанность заключается в том, чтобы сделать счастливым самого себя. Если ты сам счастлив, то ты сделаешь счастливым и других. Счастливым может видеть только счастливых кругом себя. Религия нуждается в вечном мраке невежества, нужды технической беспомощности и культурности. С книгами у нас обстоит дело так же, как и с людьми, хотя мы со многими знакомимся, но лишь некоторые избираем себя друзья, сердечные спутники жизни. Там, где прекращается желание, прекращается и человек. Человек есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии. Юмор переносит душу через пропасть и учит ее играть со своим горем. Чтобы познать человека, нужно его полюбить. Хорошо и нравственно – это одно и то же, но хорош только тот, кто хорош для других. Сознание есть отличительный признак совершенного существа. Потусторонний мир и есть лишь эхо, пасю стороннего мира. Со всякой религией связаны суеверия. Суеверие же способно ко всякой жестокости и бесчеловечности. Совесть представляет вещи иначе, чем они кажутся. Она микроскоп, который увеличивает их для того, чтобы сделать отчетливыми и заметными для наших притупившихся чувств. Она – метафизика сердца. Чтобы познать человека, нужно его полюбить. Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. Ну вот, наверное, все. Не будем больше читать. Немножко мы узнаем о фейербахе Людвиге Андреасе, немецком философе. Ну вот интересно, я там узнал много интересного. Все, пока-пока, до свидания, всем привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова